человека надо любить иначе он невыносим кто-то вот эту изрек шутку очень ценную можно постоянно ее перефразировать в адрес кого-то сказать или там в адрес даже профессии профессию надо любить иначе невыносимо и будет самую точку это я еще понял когда я в школе учился и ходил на ческу кос я жутко вымотался один раз рекорды ставил но там вчера я буквально вспоминал все это как мы коз чесали там еще что-то летом ухаживали за скотиной заказа козами там вот и а здесь зимой у нас вероятно потому наши не стремились со школы идти на ческу кос только один раз вывели их но было похоже как на как-то сбор чего у нас тальник что ли собирали тальник собирали у нас там помнится школы ездили в этот год сено мало заготовили поэтому нас школы вывозили мы там собирали вот эти ветки и вы что ли там а потом по весне или ближе к весне ближе к лету они не понадобились видимо насиновали и вот это тракторами просто взяли и выгрыбли их а я еще тогда не печатался в газете иначе написал бы про это издевательство нас возили заставляли бесплатно бесплатно заставляли работать минимум один день помнится выезжали мы а потом все наши труды вот одним махом коту под хвост как говорится еще раз хочу сказать не платили ничего нас просто вместо занятий сняли и вместо этого повезли еще там помню соседние села в интернат приехали пацаны девчонки и завидев одну из них я вдохновился на написание рассказа одного зимний сад называется так вот это непривычно занятие было для многих но тальник срубили и вот непривычно занятие козы они дома я уверен за ними не ухаживали и коз не чесали а мы с детства степи жили и поэтому она вонючая коза или козел там там коза матка или значит вот валу что называется самцы то тяжелые они их надо как-то вот на нары затащить притащить сначала этот козел или коза упираются там всеми четырьмя ногами ты-то двумя их упираешься и тащишь туда вот к нарам чтобы потом поднять они весят порядочно потом значит связать ноги и чесать эту козу а потом обратно значит в загон где уже вычислены козы тяжелый труд на себе вот все испытываешь все это тяжесть это если ты положу учишься в каком-то классе там 7 8 9 вот эти вот особенно 7 8 класс там вообще тащить эту козу который четырьмя копытом упирается не хочет идти на руках ты не понесешь потому что вес у них тяжелый и вот ты прешь на себе напряжение потом чешешь эту козу а там даже вот почесал ты и где шеи там очень плохо пух идет почему непонятно вообще там во время коз к ческе коз говорит пух подошел тогда начинает чесать а то вот допустим у козла или указы плохо чешется где шея пух остается и вот тебя заставляют где-то еще полчаса час ты убьешь пока вы полностью полностью ты это вы чешет пух полностью и вот я в отличие от одноклассников своих и ребят по школе так как каждый лет в степи проводил мой коз там лечили ловили тащили куда-то из загона или в загоне лечили там червячков всяких пинцетом вытаскивали в общем намучились мы и у нас опыт был какой-то все таки ребята которые с козами дел не имели для них это кошмар был поэтому они сходили полдня для приличия школа наш сходила и все и больше никто не пошел а я продолжал ходить вот однажды я так вымотался в этой школе ой в школе говорю вымотался я как у нас фермы не фермы как назвать где загон где чесали коз вымотался сильно потому что я не рассчитал силы и взял дополнительно еще думаю время есть еще одну козу какую-то крупную взял почесать а у нее было много пуха то ли 530 грамм это это достаточно большое количество я провозился с этой козой очень долго очень сильно устал а всего лишь я извините утром только бежал и чай попил и все и откуда силы как говорится чай не пишет кузы силы чай попил совсем ослаб и вот я вынужден был с эту козу часами чесать до упора и в обед не пошел и после обеда припозднился еле-еле вычесал тебя не отпустит пока ты не все не вычешешь не смотрят что ты школьник там 7 класс 8 7 до фонаря и я сильно уставший шел домой я хочу сказать что неделю потом и провалялся с простудой и вот я идя домой так как говорят зверски устал или как задумался о том что до любую работу надо любить иначе это не работа а каторга вот такая иллюстрация большая моих мыслей о том что любить надо свою работу встретил я вот как раз в коллегу в газете работали сегодня горд у них там печальный повод был нас секретарем работала 1 ее не стала я правда это раньше я ходил на эти а потом перестал когда такие поводы были мне понравился игру нет чтобы нас на день печати собирать почему-то когда какой-то грустный повод собираются игру нет нет желания такого и у меня нет такого желания вот я там проходя как-то я люблю всегда люблю накануне или в день дня советской печати пройтись по телевизор где наши редакции было потом она через здорово переехала вот и в прежнем здании там какой-то коммерческий центр там частные предприниматели сидят можно пройти посмотреть приемный кабинет на редактор бывшие посмотреть свой кабинет они там с пониманием относятся чего не скажешь про здание редакции куда мы потом переехали и там сплошной алкоголь я когда тут родственнику буквально позавчера рассказывал об этом он засмеялся потому что он знал о человек который работал в этой редакции у меня был дом у гостях и не мог напиться и как халявные его там алкоголя вот он смеялся и я говорю вот надо же я говорю я еще это подумал что надо же так где у нас нервы мотали видно все таки настолько сильно нам нервы мод выматывали что здесь энергетика осталась такая напряженная неприятная что никто не видим не хотел арендовать никакой там творческой атмосферы потому что как я вот как-то видел раньше картинку юмористическую поэт стягает пегаса плеткой кричит рифму вот нас там стягали постоянно давай материал давай материал это вот мы смотрели с иронии на поэтов на писателей которые жаловались а я не написал потому что не было у меня вдохновения а тут знаешь что тебе сейчас всыплют на планерке или редактор персонально тебе сделать внушение после которого ты несколько дней работы сможешь я даже вот на планерах не выдерживал ругался с ней отчаянно и как-то идя я говорю вывод на мелочь обращайте внимание корректором цепляетесь там не там запятая прочь это все ерунда говорю там у нас обозреватель сидит и начинает говорить вот а я никогда не поддерживал говорю по сути надо потому что там столько уровней на которых ошибки может человек допустить промахи там опечатки прочее и еще я говорю вот вы отругали журналиста я не знаю как насчет других но я говорю я неделю потом не могу сосредоточиться что-то там у меня же уже голова не работает поэтому когда она на планерке на меня набрасывалась я просто давал отпор ругался отчаянно потом она со мной дня три не разговаривала совсем но зато я чувствовал вдохновение знать что об меня ноги не вытерли я у меня был творческий подъем я мог работать а если там значит я промолчал и на меня наорали там после этого у меня как-то несколько дней совсем ступор я был не мог работать ну извините ну извините творческие люди что вы хотите у них своя специфика психологические свои особенности потому что под настроение пишется материал я однажды вот записной книжки был там запись и до внешние несколько месяцев я расшифровать не мог отчасти потому что там стенография она мне пятерки были по теории по расшифровке я на московских заочных курсах учился а вот так пятерка ставили теория расшифровка а вот график у меня хромал и четверку ставили мне деликатно платный курс я проходил и вот я иногда так застенографирую не могу прочесть потом еще как-то интервью какой взял и вот надо срочно сдавать хотя бы один материал а я пошел где телефонной станции междугородний встретил с узбекистан татарку симпатично разговариваться набравшись профессиональной наглости а она повела старую часть города где у нее брат уже живет они меня угостили сами понимаете и тонизирующим напитками кое-какими я вернулся в общежитии но там девушка стройная симпатичная брюнетка татарка я общался с ней с ее братом и вернулся я где-то пол первой ночи в общежитии где-то там километре что ли от их дома старой части города и сел и где-то за два-три часа написал материалы 2h один даже вот расшифровал записной книжки вот испытывал душевный подъем творческий подъем написал сразу два материала за два с полчаса за три часа где-то поразился ну летом что хотите летом-то работать хорошо у нас рано светает здесь татарстане вот ну к чему говорю к тому что профессию надо любить и тогда тебе все легче это как-то тобой переносится любая тягость любая проблема и вот я думаю что что мы когда собирались в редакции там старом занесе сидели работали вот если бы хотя бы на день печати советской собирались помните там фильмах старых всегда показывают там школьники собираются и даже вот сериал один убойные силы там за чешкольник собрались и преподаватель там как будто бы продолжает уроки вот тип этого таком юмористическом ключе и вот так бы хотя планерку провели это уже встречали бы не так нет раньше об мандраж был просто идешь на планерку не знаешь тут знаете говорят говорят очень подходит или нет 7 7 бед один ответ но во всяком случае там мы сидели и замечали что интересно если человек не написал ничего он норму не выполнил материалов практически не был толком на неделю или мало но она авторские материалы готовил там то его отругали один раз за то что норму строк не выполнил еще он сидит себе отдыхает а тот который много писал его конечно не ругают уже за за не выполнение нормы строк но находят всегда недостатки особенно коллеги это извините творческие люди гнилой народ они везде мне кажется как говорил один театрал или на деятель мой приятель хороший друг давнишний гнилой народец извините сам творческий человек поэтому сколько раз обращал внимание плохо напишешь понятно да где-то ты там промах дал но когда ты много написал а коллега сидит и у тебя много материалов и качественный он как это и бревно свое в глазу не видит а у тебя соринку видел и какую-то ерунду там пытается как-то это это как я в уфе был на практике молодежной газеты республиканские мне пришло было это грамота пришла от замминистра сельскохозяйства парфенов за мой репортаж а репортаж мое сильное место был я даже на журфаке на факультете два раза в конкурсе по репортажу вторые места занимал вот и здесь их заело что приехал молодой да ранее и тут значит уже ему будут министерстве хозяйства грамоты все и он начал докапаться до меня обозреватель я ведь практикант я не работаю в редакции так что с меня то взятки гладки тем более если в казахстане мне в областной платили зарплату вот в районной газете соль элецкие платили зарплату там где-то а здесь не платили только на гонорарах и вот свой татарин наверное скорее всего был тоже и он начал докапываться в общем вот столько-то говорит там что там было то стрижка овец кажется да и вот он сколько там стрижка овец и какой-то у него там казалось дробей значит полторы овцы или там пять с половиной овец или что и вот начал до меня докапаться там принародно что так не принято хотя везде употребляют у нас даже статистики есть данные когда говорят полтора ребенка на семью что тоже употребляют а вот значит знаток как у меня один однако сокурсник ездил на практику потом после практики значит вот сидят сокурсники и друг друга там как сказать ну анализируют материалы каждого значит дают оценку как на планерке но он там-то в редакции то опыт есть у всех уже а здесь мои практиканты не практиканты в газете чуть поработали студенты и вот он сидит мой сокурсник из орска и меня заявляет надо писать там допустим не восемьдесят второй год а тысяча девятьсот восемьдесят второй год и объяснять с уважением ко времени вот меня рассмешил я уж по каждый раз вспоминаю думаю он значит с уважением ко времени на хас надо вот это время оказывается у нас это а лицу как сказать одухотворенный или как одушевленный что ли скорее да что он так мне это конечно позабавил сильно вот так сидят и надо найти какой-то недостаток показать что ты не не лучше дескать меня вот у творческих людей это есть и вот там на планерке норовят испортить настроение к чему цепляются постоянно что-то находят это если много написал писучи у тебя наковыряют но я-то еще был то это терпимый терпеливый смысле да как-то я это выносил а были там коллеги обидчивые 1 дамочка помца ее все время шеф все время хвалила а тут чуть-чуть позволила критику то выскочила рыдает в этом в умывальнике смывает косметику там ее размазала ревет белугой там кошмар просто это вот а у нас это нормально было ну мало что на планерке там докопались за твой материал хотя я вот сам скажу про себя что когда я вынужден был шеф у нас заставлял критиковать друг друга но я чтоб коллег не обижались говорил эти недостатки и несвойственные и у меня такое происходит бывает дескать и начинал там показ на упущение в материале кого-то зарплата была не очень радости мало еще тут коллеги если тебя сидят на планерке добавляют до больше человек где не задался еще кто-то сидит коллега там тебя субстанции жидко 1 вонючий вот это было и были люди от природы которых просто коллективе терпеть не могли когда он сидел один приехала с соседнего республики тогда да уже да да у республика распадался уже и вот как раз мне коллеги всегда год что ты с ним сидишь в одном кабинете 30 семизирует же такое на букву г короче качество евро что поделаешь а что поделаешь деваться-то некуда вот он на планерке любил всегда какой-то там гадость вытащить кого-то там это даже когда ответ сектор на свой юбилей позвала к себе домой он там перед ним оказалось бутылку литровую бутылку водки позавчера родственник удивился неужели я город да да в каком смысле неужели я сказал что пока сидели несколько часов он литр водки уговорил он не поверил я говорю да он это пил только так он отрывался по полной как-то мне один там еврею он там председатель как секции бокс или что там говорит вот я его он там спорт ведет я его горь не зову я тебя зову пожалуйста приезжаю вот на завод там будет соревнования будут осветишь их я говорю ладно хорошо и вот значит как-то до перерыва сыграли и только перерыв начался позвали нас на второй этаж закусить чем бог послал я к алкоголь не притрагиваюсь травят привычно традиционно не моя привычка такая вот не любила никогда а он тут нарисовался как джин из бутылки не извинились откуда появился хотя его не приглашали но он знал и он как раз к выпивке а я его не видел вот во время спортивного соревнования а когда значит решили выпить дружно он тут же появился вот он так любил и вот он сидел этот литр уговорил и еще там еще горь правда комплимент сделал ответ секретарю в своем духе говорит к обращаясь к ней за столом вы оказывается не только материалы наши то есть не только материалы мариновать умеете ну смысле пишет журналист материал а он у ответ секретаря лежит тут некогда все недосугом и проверить прочитать и отдать редактору и вот неделями лежит твой материал не идет от тебя на планерке ругают что ты норму не выполнил строк и вот видимо он не один раз обижался и зуб точил на ответ секретаря и вот на планер не планерки говорю на застоле за столом и принародно заявил ей вы оказывали не только материал умеете мариновать но и огурцы в общем польстил в своем духе вот так вот у него наперченный это комплимент получился вот он там свои вопросы лежал решал все время но к шефу подкатывал всегда с лестью а руководители они всегда знаете вот у нас человек трудно устоять перед лестью очень сложно это однажды я когда депутатом был я даже сижу у себя в кабинете этот товарищ тот уже в другом кабинете и приходит главный редактор телевидения зашел к шефу оказывается он не отрекомендовался и как сказать нет ну как отчитался своего рода так вот я был главный редактор вашего теперь вот зашел к тебе мол дескать как коллеги хотя я прям уши пошел бы они ко мне как коллеги если бы я депутатом не был городского совета он просто как это учитывал все факторы и потом и говорить я после тебя пойду к нему ну ладно ты зашел к главе редактору главного как коллеги своему ко мне зашел значит потому что я на сессии там к тебе нужен чтобы я на обиду не имел что ты меня не проведал но к нему то что пойдешь я догадался потому что гарантия льстит все время ну да он лезть а этому лезть нужно оказывается главный редактор чтобы похвалил который идет к нему специально к моим коллеги значит журналисту соседний кабинет чтобы выслушать очередную порцию лести некоторые жить просто без лести не могут а мне вот всегда вот когда говорят ирония это пример иронику ослу говорят куда ты и бредешь умная ты дескать голова это вот пример лести называется когда значит вот а иронии простите да осел же не будет быть умной голова а значит примели как привели как пример значит куда бредешь ты дескать умная голова обращаясь к ослу и мне всегда казалось что если я человеку который не достоин похвалы говорю ему расточая его адрес похвалу он это как грубую так даже не лезть он как иронию воспримет он же должен соображать что он не настолько профессионал если его подхвалю как профессионала не настолько умен он должен осознавать я например каждый сверчок зная свой шесток в редакции начинала работать со старшими товарищами я же чувствовал что неопытный я недостаточно у меня вот это накопилось я в каких-то в жанрах еще слабоват я пока информационный жанр и сейчас кстати в газетах смотришь сплошь и рядом только информационный жанр один идет значит репортаж заметка расширенная заметка и все а тогда мы значит могли филитон и писать корреспонденции это аналитический жанр и там прочее 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 ну и естественно его интервью она постепенно по ступенькам идешь профессионального мастерства постоянно постоянно преодолевая вот эти трудности растешь по лестнице профессиональной поднимаешься и конечно когда тебе в начале творческой карьеры начнут там перехваливать я чувствую я уже начинаю обижаться чувствую что это нам иронии потому что я еще не настолько владел мастерством журналистки и меня тут значит перехваливают это возможно не искренне это не задевает а тут значит есть люди оказывается которым говорят о непроизойденный мастер пера какой он вообще здорово он как в этом значит шарит во всем ах ах в общем одни сплошные в высшей степени похвала сплошная а он и знаете воспринимается это за чистую монету принимает за чистую монету надо же неужели так бывает до косы а я думал что человек обидится оскорбиться вот вот разные восприятия но я пожалуй эту часть завершать буду из уважения к зрителю я все-таки надеюсь я в какой-то мере раскрыл тему то работу надо любить иначе невыносимо я думаю если людям это по душе придется я может серию задел и материалов почему потому что это вам по жизни пригодится ибо легких путей к пьедесталу успеха не бывает и как там карл маркс его слова приведу я это науки касается в читальном зале сидел перед глазами у меня там постоянно висело выражение карла маркса в науке нет легких и простых путей что-то и только тот может достичь ее сверкающих вершин кто не страшась усталости как карабкается по ее каменистым тропам поэтому в профессии любой очень много сложности ее надо просто любить и будешь как-то получать от это удовлетворение если зарплаты не будет если стресс больше испытывать там еще ну будет одна радость любимая работа ну надеюсь продолжить эту тему всего вам доброго спасибо за внимание украснение существует